здравствуйте дорогие ребята мы продолжаем с вами изучать процессы жизнедеятельности которые происходят у животных у растений у грибов и у бактерий и наверное вы уже прочитали название темы движение опорная система животных и опорная система растений понятие движения конечно вы постоянно передвигаетесь и видите вокруг себя как передвигаются животные но вот задаете вопрос иногда себе а движутся ли растения и вообще что такое движение существует ли движению растений и как она проявляется а также почему стебли некоторых растений растут прямо ровно а некоторые стебли избиваются и не имеют прямостоячую форму вот на сколько вопросов нам сегодня предстоит ответить наверное вы обращали внимание смотрели телевизор и видели что разные животные передвигаются по-разному допустим самое быстрое животное в мире гепард движется со скоростью 120 километров в час и наверное видели как передвигаются пингвины переваливаясь с одной стороны в другую или как плавает белый медведь значит способы передвижения могут быть разные и конечно вы наблюдали как медленно медленно движется улитка а также вы наблюдали как передвигаются простейшие организмы а какие простейшие организмы нам известны посмотрите они движутся по-разному и в зависимости от того какой это простейший организм мы с вами можем заметить что допустим эвглена зеленая посмотрите внимательно как она движется и что у нее есть для передвижения посмотрите внимательно жгутик один жгутик у эвглены зеленый а у вольвокса как вы видите вольвокс это колониальный организм здесь много клеток имеет тоже жгутики только два жгутика значит эвглена и вольвокс передвигаются при помощи жгутиков а как передвигаются амеба и инфузория посмотрите на название реснички и ложноножки если вы внимательно присмотритесь то все тело инфузории покрыто тонкими ресничками которые движутся инфузория передвигается а вот здесь вы видите ребята выросты которые называются ложноножки посмотрите они с двух сторон окружили бактерию и таким образом амеба поглощает и передвигается значит существуют органоиды движения реснички ложноножки а также жгутики у эвглена и у вольвокса но конечно же все животные движутся по разному допустим у червей вы наверное наблюдали в природе когда пройдет дождь то земля бывает влажной и на поверхности земли появляются дождевые черви которые очень полезны которых ни в коем случае нельзя убивать так вот ребята вот так выглядит на поперечном строении тела черви посмотрите как передвигается червь у него утончается или утолщается какая-либо часть за счет чего это происходит за счет укорочения или удлинение мышц при сокращении когда мышцы сокращаются они укорачиваются вот тело укорачивается а когда они удлиняются значит мышцы расслабляются то есть разные мышцы посмотрите какие разные одни располагаются как кольца а другие располагаются вдоль такие мышцы называются продольные и кольцевые молодцы значит черви могут передвигаться за счет сокращений мышц для ребятки а вот медуза наверное когда вы отдыхали на море кто-то из вас видел медузы это такие полупрозрачные красивые на мой взгляд животные посмотрите как они движутся вы обращали внимание они движутся толчками посмотрите они набирают воду и выталкивают ее и таким образом передвигаются посмотрите внимательно вот таким реактивным движением обладают медузы и кальмары запомнили как называется такое движение реактивное молодцы посмотрите ребята на этих животных как называются наверное вы узнали это раки а как передвигаются раки и вообще за счет чего происходит у них такой прочный скелет как прикрепляются мышцы и куда они прикрепляются так вот ребята у животных может быть скелет наружный то есть располагаться поверх тела окружает тело со всех сторон этот скелет называется хитиновый а вот к нему изнутри прикрепляются мышцы значит если скелет располагается снаружи а мышцы изнутри такой скелет называется наружный и вы знаете еще что ребята что наружный скелет допустим у ракообразных вот у насекомых посмотрите отделяется то есть животное меняет свой скелет заменяется новым почему потому что растет вот хитиновый покров образовался и затвердел а животное растет и хитиновый покров ему становится мал поэтому под кожным вот видите кожа и хитиновый покров как только он затвердевает внизу образуется новый хитиновый покров и тогда старый хитиновый покров сползает образуется новый и вот так животное в процессе роста растет и менять свой хитиновый Покров. Но не только наружный скелет есть, есть еще и внутренний скелет. Посмотрите внимательно на животных, наверное, вы их узнали. Если вы прочтете, то увидите здесь слова «присмыкающиеся птицы млекопитающие». Давайте разберемся, где же тут птицы, присмыкающиеся и млекопитающие. Я думаю, вы уже начали разбираться. Конечно, это животное, скелет, похож на птицу, значит, это скелет птицы. А на какое животное похоже? На скелет какого животного? Конечно, скелет ящерицы. Ну и известные вам собачки. Вы видите, здесь такие ушки, да, и по форме тела вы определились, что это скелет млекопитающих. Мы говорим по классам птицы, присмыкающиеся, млекопитающие. Значит, ребята, где расположен их скелет? Снаружи или внутри? Конечно, внутри. А к нему присоединяются мышцы, значит, такие животные, которые вы рассмотрели, прочитали, имеют внутренний скелет. Он образован костной и хрящевой тканью, ребята. Посмотрите внимательно. Ведь вы движетесь, да? Вы совершаете движение, утром рано делаете гимнастику, занимаетесь спортом, потому что так нужно обязательно, чтобы быть здоровыми. И вы видите, что ваше тело способно к движению. То есть вы двигаете руками, ногами, туловищем, головой за счет чего, ребята? За счет подвижных соединений костей, которые называются суставами. Посмотрите, вот мы с вами совершаем движение, и вот у нас локтевой сустав, коленный сустав. Все это называется суставы, когда соединяются между собой две кости, способные к движению. Как вы видите, к скелету присоединяются мышцы. И вот за счет скелета и мышц возможно движение. Итак, ребята, давайте с вами повторим. Посмотрите, летающие животные, плавающие, ходящие. Как вы будете выполнять это задание? Это задание необходимо вписать название животных, у которых есть внешний и внутренний скелет. Давайте попробуем. Допустим, летающие животные с внешним скелетом, значит, сверху покрывает хитиновый покров. У кого был представлен, каких животных вы увидели на картинке? Насекомых. Значит, вы пишете сюда название любого насекомого, или рака, или краба. Но если это летающий, тогда, конечно, это будет насекомая бабочка или пчела, то есть те, которые летают. Внутренний скелет. У какого летающего животного будет внутренний скелет? Конечно, вы можете написать любую птицу. Каких вы птиц видите? Воробьев вы видите, галок, синиц и так далее. Плавающие животные. Что вы здесь напишите? Подумайте хорошенько. Кто плавает? Кто живет в воде? Вот только что мы рассмотрели. Конечно, это раки, крабы. А внутренний скелет у плавающих животных? Конечно, это рыба. Любую рыбу, которая обитает в наших морях, океанах и в пресных водах. Таким образом, ребятки, вы выполните эту таблицу, внимательно рассмотрите и не забывайте читать. Летающие, плавающие, ходящие. А здесь нам нужно посмотреть, ребята, и ответить на вопрос, какие из этих животных имеют внутренний скелет, а какие внешние. Вы можете написать цифру, а можете написать название животных, если кто-то знает. Допустим, узнали животное? Летучая мышь. Какой скелет у летучей мыши? Внутренний. Значит, цифру 3 вы написали под внутренний скелет. Или, допустим, жук. Вы видите майского жука. Какой у него скелет? Наружный. Значит, цифра 2. Вы пишите ее там, где наружный скелет. Но не только у животных. Есть опорная система, есть и у растений. Мы с вами проходили корень и сказали, что растение не падает, потому что корень его держит. Но также и не ломается, если, конечно, это не сильный ветер и ураган. Почему? Потому что в растениях есть механическая ткань. И эта механическая ткань придает опору. И если механической ткани много, то образуются прямо стоячие растения. Если механической ткани мало, то образуются стебли, которые не могут удержаться в пространстве. Они бывают ползучие, вьющиеся, стелющиеся. Разные. Значит, они делятся на прямо стоячие и стелющиеся. А, в свою очередь, стелющиеся, посмотрите на разнообразие стеблей, могут быть и ползучие, и вьющиеся, и лазающие. Посмотрите внимательно, где прямо стоячий стебель. Конечно, по цифре 5. А где стебель, который ползет? Конечно, вы увидели под номером 4. А который вьется вокруг опоры? Вот он под номером 2, под номером 3. Ну, давайте рассмотрим еще раз. Ползучие стебли, ребята, у арбуза. Посмотрите, как они ползут по земле и иногда прикрепляются к опоре. У огурца, у арбуза, у дыни, у тыквы. Вьющиеся стебли, посмотрите, это вьюнок. Вьюнок, который вьется вокруг опоры. Или фасоль, которая вьется, завитки образует. Видите, какие завитки образует фасоль и вьюнок? Такие стебли называются вьющиеся. Запомни, венок, фасоль. Дальше лазащие стебли. Наверное, вы едете летом на дачу и видите, как виноградники лазают по опоре и занимают все места. Даже на зданиях вы видите, что виноградники могут не только на опорах, которые вам предоставили, они могут занимать и другие пространства. Посмотрите, каменный плющ. Он начинает расти, а затем распространяется, лазает. По всей территории, которая ему предоставлена. Значит, виноград, каменный плющ. И еще вы внимательно прочтете тему и посмотрите, какие еще представители даются у вас в учебнике. Я думаю, вы удачно справились. Ребята, у всех стеблей есть механическая ткань. Но есть стебли, которые внутри могут быть в определенных местах пустые, полые. Посмотрите внимательно. Если разрезать стебель, то в узлах этот стебель заполнен тканью, а в междоузлях он полый. Вот вы, наверное, обращали внимание, некоторые травы вы срываете и хотите надламить. Вы чувствуете, что он пустой, полый. Вот такие стебли называются соломина. Стебель соломина с полостью внутри. Запомнили. А также, ребята, вы, наверное, обратили внимание, вне зависимости от того, как сажают растения, корень всегда растет вниз. Обращаем внимание на стрелочку. Корень растет вниз, на него действует земное притяжение. А стебель всегда движется к солнцу. Даже если мы повернем в обратную сторону тот или иной сосуд, все равно цветочки и лепестки и стебли будут направляться к солнцу. Значит, стебель всегда растет вверх к солнцу, а корень всегда растет вниз, как вы видите на рисунке. Итак, ребята, вы сегодня узнали, что и животные, и растения двигаются. Только животные движутся активно, двигаются, а растения пассивно. И их движения проявляются в росте. И вы, чтобы расти, чтобы оставаться здоровыми, должны постоянно двигаться. Вы должны совершать утреннюю гимнастику, пробежку, заниматься спортом. Потому что нам нужно быть здоровыми, чтобы ходить в школу. А школа – это храм знаний. Я желаю вам удачи. До свидания и до новых встреч. Здравствуйте, дорогие ученики шестого класса. Тема сегодняшнего урока – реки. Посмотри на карту мира. Не видна на ней Кура. Но милее всех рек на свете мне Куринская струя. Вы, наверное, узнали строки из стихотворения известного писателя Самеда Вургона. Ребята, мы сегодня будем говорить с вами о реках, о их происхождении, питании, где они расположены на карте мира и так далее. А Курин у нас слышно из разных источников, из стихотворений, произведений различных. Давайте-ка изучим реки вместе. Для начала выполним задание «Деятельность». Это задание есть у вас в учебнике. Для этого мы с вами прочитаем описание двух рек – Колорадо и Амудария. И сравним их. Мы выпишем схожие черты и отличительные черты этих двух рек. Давайте приступим. Река Колорадо течет на западе Северной Америки. Длина 2330 километров. Река берет свое начало в горах Кордильеры и впадает в Калифорнийский залив. Долина, по которой течет река, очень глубокая – 1800 метров. На реке Колорадо имеется множество водопадов и порогов. Во время весенних дождей уровень воды в реке сильно повышается. Колорадо имеет большое хозяйственное значение. На реке построены гидроэлектростанции. Теперь давайте прочитаем описание реки Амудария. Река Амудария находится в Центральной Азии. Она берет начало на Памире. Вода в реку поступает при таянии снегов и ледников на высоких вершинах. Подъем воды происходит в теплые летние месяцы. Длина Амударии 1415 километров. Воды реки широко используются в орошении. Из этой реки проведен самый длинный в мире канал – это Каракумский. 45% воды из Амударии посредством этого канала перебрасывается на обширные хлопковые поля на Туранской низменности. Теперь, когда мы прочитали оба описания, давайте возьмем черный карандаш и вместе с вами подчеркнем отличительные черты этих двух рек. Для начала посмотрим на положение. Река Колорадо течет на западе Северной Америки. А река Амудария находится в Центральной Азии. Значит, подчеркиваем Центральную Азию. Дальше. Длина, посмотрим. Длина реки Колорадо – 2330 километров. А длина Амудария – 1415 километров. Дальше. Здесь говорится, что на реке Колорадо имеется множество водопадов и порогов. А из реки Амудария проведен самый длинный в мире канал – Каракумский канал. Это у нас отличительные черты. Теперь давайте возьмем красный карандаш и отметим схожие черты. Ребята, обратите внимание на последние предложения. Здесь говорится, что Колорадо имеет большое хозяйственное значение. На реке построена гидроэлектростанция. Теперь точно такое же схожее значение имеется и у Амударии. Посмотрим, какое это хозяйственное значение. Здесь говорится, что 45% воды из Амударии посредством канала, Каракумского канала, перебрасывается на обширно-хлопковые поля на Туранской низменности. Это тоже хозяйственное значение. Значит, общей чертой здесь будет хозяйственное значение двух рек. Значит, хозяйственное значение будет общей чертой этих двух рек. Хорошо. Что же такое сама река? Ребята, река – это постоянный водный поток, который течет по определенному выработанному руслу. Каждая река имеет свой исток, устья и притоки. Что такое исток? Ребята, исток – это то, где река берет свое начало. Устья – куда река впадает. И притоки. Притоки – это небольшие реки, которые впадают в основную реку. Теперь посмотрим. Перед нами река Кура. Это самая длинная река в Азербайджане. Оно берет свое начало, то есть ее исток находится в Турции. Дальше она протекает по территории Грузии, Азербайджан и, наконец, впадает Каспийское море. Теперь посмотрим, какие у нее есть притоки. Левые и правые притоки. Как вы уже поняли, притоки у реки бывают либо левые, либо правые. Как мы должны их определять? Как мы поймем, где левая сторона реки, где правая сторона реки? Для этого мы с вами должны встать по направлению течения реки. В этом случае это направление Каспийского моря. Мы встаем в этом направлении, и все реки, которые оказываются левее от нас, это левые притоки. Реки, которые оказываются правее от нас, это правые притоки. В этом случае, например, река Араз является правым притоком Куры. Араз является второй по длине рекой в Азербайджане. Впадает она в Куру в районе Сабирабад, деревни Суговушан. Тоже берет свое начало, то есть исток тоже находится в Турции. Теперь давайте научимся определять направление рек на физической карте. Также мы сейчас с вами научимся определять, где исток, где устья рек. Для этого вот, к примеру, посмотрим и определим направление реки Миссисипи. Река Миссисипи, она течет в Северной Америке. Направление ее южное. Впадает она в Мексиканский залив. Теперь вы спросите, как же я это определила? Для этого нам нужно знать с вами шкалу высот. Мы знаем, что реки текут с возвышенных территорий в низменные, равнинные территории. Мы с вами с предыдущих тем знаем, что если на карте территория изображена коричневым, светло-коричневым, темно-коричневым цветом, то это возвышенность. Здесь мы видим, что река берет свое начало именно на этой территории. То есть ее верхнее течение расположено в темно-коричневом и светло-коричневом территориях. Значит, она течет с севера на юг. А в южной части, уже ближе к Мексиканскому заливу, здесь территория зеленого цвета, это равнина. Поэтому так мы с вами поняли, что река Миссисипи течет с севера на юг. Еще один момент, который вам поможет определить направление рек на физической карте. Обычно название рек записывается ближе к устью. То есть, например, в Миссисипи мы видим, что название ближе к устью записано. Значит, все же устье здесь и направление будет с севера на юг, то есть южное направление. Теперь попробуем определить то же самое, например, по реке Нил. Здесь мы с вами определим исток, и устье. Вот посмотрим внимательно на карту. Мы видим, что река Нил берет начало в озере Виктория. Озеро Виктория выше, по цвету мы можем это определить. Там цвет коричневый. Дальше она течет вдоль, значит, восточных частей Африки и впадает в Средиземное море. Опять-таки, как мы определили, на побережье Средиземного моря уже цвет зеленый, значит, это равнинная территория. И название самой реки обозначено ближе к устью, как мы видим здесь на физической карте. Теперь посмотрим, ребятки. Давайте определим самые длинные реки на каждом материке. Например, в Северной Америке это река Миссисипи. Самая длинная река. Либо возьмем Южную Америку. Здесь самая длинная река Амазонка. Дальше посмотрим сюда. В Африке самая длинная река Нил. Посмотрим на Евразию. Здесь самая длинная река Янцы. И, наконец, Австралия. Здесь, конечно же, это сухой материк. Здесь рек мало. Но все же есть одна самая длинная. Это Мюрей. Река Мюрей. Теперь давайте с вами попробуем ответить на такой вопрос. Хорошо, мы с вами изучили, где исток, где устья и так далее. Но вопрос такой, а откуда же река питается, то есть откуда река берет свои воды? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами понять, где же исток у реки. В зависимости от истока питание у реки тоже меняется. Например, река может брать начало из подземных вод, из ледников. Потом может брать свое начало из озер и так далее. Это исток реки. В зависимости от истока питание реки тоже меняется. Также питание реки еще зависит от того, где, в какой климатической зоне находится река. Но это уже мы с вами будем изучать в старших классах. И, наконец-таки, мы с вами сейчас должны определить и научиться определять страны, на территории которых протекают эти реки. Значит, мы знаем, где, например, Нил, река Нил, мы определили, что протекает в восточной части Африки. Теперь мы сопоставляем физическую карту с политической картой. Находим реку Нил и видим, что река Нил протекает по территории Египта и Судана. То же самое мы делаем и с другими реками. С каждой рекой вы можете проделать точно так же. Сопоставить физическую карту и политическую карту и найти, на территории каких стран протекает та или иная река. А теперь научимся отмечать на контурной карте реки. Это задание поможет вам выучить реки всех материков. Вы, опять-таки, будете пользоваться физической картой, находить на физической карте реку, например, Амазонку, Нил, Конго и так далее. И потом, используя синий карандаш, будете просто обводить, обводить реки, которые вам даны в контурных картах. Например, возьмем реку Амазонка. Мы ее обведем сейчас с вами и надпишем, напишем Амазонка. И так далее. Или, например, Нил. Опять мы ее обводим. Точно так же вы будете делать с остальными реками. И пишем уже ближе к устью. Нил. Теперь давайте вместе выполним задание. Проверим знание, которое мы сегодня получили на сегодняшнем уроке. Значит, перед вами диаграмма. Здесь дается река и определенные ее элементы. Исток, устье, левый приток, правый и личная долина. Давайте теперь определим, к какой цифре относится какой элемент. Например, цифра 1. Мы видим, что это речная долина. Значит, записываем около пятерки единицу. Дальше. Смотрим цифра 2. Значит, здесь мы с вами должны определить, это правый приток или левый приток. Для этого мы смотрим направление реки. В каком направлении течет река. Встаем по направлению реки и справа от нас будут как раз-таки эти притоки. Значит, двойка – это правый приток. Пишем здесь 2. Дальше. 5, соответственно, будет левый приток. Дальше. Четверка – это то место, где река впадает в водный бассейн. Значит, здесь мы пишем устье. Это 4. И, наконец, исток, там, где река берет свое начало, в ледниках, это будет тройка. Вот так. Дальше. Давайте теперь выполним задание, что узнали. Здесь перед вами ключевые слова. Исток, устье, долина, притоки, речная система и источник питания. Теперь давайте заполним пропуски. Река – водяной поток, текущий по определенной долине. Правильно. Место, где река берет начало, мы называем истоком. А куда впадает, называется устье. Река вместе с притоками образуют речную систему. Уровень воды в реках зависит от, конечно же, источника питания. И, наконец, реки с правого и левого берега принимают притоки. Левые или правые притоки. Ребята, на этом все. У меня есть для вас задание. После урока обязательно, пользуясь интернет-ресурсами, напишите эссе о хозяйственном значении рек. Вы берите реку и напишите общее хозяйственное значение каждой реки. Или же вы можете взять и написать о каждой реке по отдельности. На этом все, ребята. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. И до следующего раза. Добрый день, дорогие ученики. Сегодня мы пройдем седьмой урок третьего модуля. Тема «Игра платформер. Часть вторая». На прошлом уроке мы уже познакомились с вами с игрой платформер. Как видите, вот здесь перед вами анимация. Персонаж прыгает с одной платформы на другую. И главное не упасть, потому что когда он падает, он возвращается в начальную координату. Цель его какая? Цель достичь вот этой красной двери. Как только он ее достигает, он переходит на следующий уровень. Теперь попробуем создать блок-схему для его движения. Тут у нас даны различные блоки. Что происходит с персонажем, если он не стоит на платформе? Посмотрите, он у нас падает. Всегда ли персонаж может прыгать вверх? Прыгать вверх можно только с платформы. Ставим из блоков алгоритм прыжков с платформы. Подняться вверх, опуститься вниз. Начало. Идет условие, касается зеленой травы. Еще одно условие. Стрелка вверх нажата. Объединяем эти блоки, и перед нами получается вот такая блок-схема. Здесь нужен цикл всегда для постоянной проверки условия. Блок-схема начинается с блок-начала. Потом у нас идет условие. Касается зеленой травы. Если да, еще одно условие. Стрелка вверх нажата. Если да, то тогда подняться вверх. Если не касается зеленой травы, то опуститься вниз. Сегодня мы сделаем плавное движение персонажа. Создадим второй уровень игры платформера. И сделаем костюмы с номерами уровня. Вот. Это на первом уровне костюм будет такой. А это на втором уровне костюм будет вот такой. Как запрограммировать перемещение героя вправо? Какой скрипт нужно ставить для выполнения такого перемещения? Вот. Перед вами, видите, он перемещается вправо. Нужно написать скрипт для события, когда клавиша нажата. Когда клавиша стрелка вправо нажата, повернуться в направлении 90 и изменить х на 10, как я вам уже говорила на прошлом уроке. Если мы нажимаем стрелку вправо или влево, то у нас будет изменяться координата по оси х. Герой сделает столько шагов, сколько раз мы нажмем на стрелку. При этом само движение будет выглядеть прерывистым. Посмотрите, с пазузой каждого шага. Если клавишу нажать и удерживать, движение тоже будет выглядеть прерывистым. Движение будет прерывистым, потому что клавиатура ждет, пока мы не отпустим клавишу. Чтобы движение было плавным, нужно постоянно проверять условия. Клавиша стрелка вправо нажата. Как программировать выполнение условия с помощью этих команд? Перед нами цикл повторить всегда. Условия если. И вот такое условие. Клавиша стрелка вправо нажата. Программируем проверку условия. Плавное движение вправо будет выглядеть вот так. Это скрипт для движения вправо. Когда флажок нажат, повторять всегда, чтобы это было не один раз, а в течение всей игры. Повернуться в направлении 90 и изменить х на 10. То же самое мы можем дать для движения. Повернуться влево. Посмотрите, вот влево движение влево. При нажатии на флажок повторять всегда. Если клавиша стрелка влево нажата, повернуться в направлении минус 90 и изменить х на минус 10. Потому что у нас будет меняться координата по оси х. Если в сторону влево, в эту сторону, то, соответственно, координата по х будет уменьшаться. Поэтому у нас здесь идет координата х отрицательная, минус 10. Что касается движения вверх. При нажатии на флажок повторять всегда. Если клавиша вверх нажата, то, если касается зеленого цвета, что надо сделать? Повторить 20 раз и изменить х на 15, чтобы он плавно поднимался вверх. Сегодня мы добавим к игре второй уровень, добавим спрайты платформы и добавим цель. Фон для второго уровня игры можно выбрать любой. Можно выбрать вот в виде бассейна, поставить здесь платформы, чтобы он прыгал и не упал в воду. Как узнать, на каком уровне игры находится персонаж? Если добавить к игре не один, а два или три новых уровня, то в какой-то момент станет сложно понимать, а сколько уровней мы уже прошли. Для этого, чтобы организовать счет, мы на костюмах персонажа добавим числа. Например, сюда можно добавить номер один, это для начала игры. Для второго уровня можно добавить номер два. Теперь, как добавить костюм второй? Надо нажать на кнопочку вот сюда, продублировать его, и потом уже можно будет вносить различные изменения. Как добавить сюда уровень? Что мы для этого делаем? Нажимаем вот на этот квадратик, потом нажимаем на буковку Т и вписываем нужный номер. А вот здесь, нажав на эту кнопочку дублировать, у нас появится здесь второй костюм. Второй костюм для второго уровня. Теперь я вам покажу пару заданий, как выполнить на платформе, а также как поменять костюм для персонажа в соответствии с тем, на каком уровне он находится. Дорогие ученики, я открыла платформу Scratch. Тут собраны скрипты, которые мы создавали с вами на этих двух уроках для игры платформер. Сейчас я хочу вам показать, как для персонажа поменять костюм. Для этого надо выбрать вот здесь, среди списков персонажей, вашего главного героя. Нажимаете, потом нажимаете на кнопочку костюмы. Мне нужно, чтобы у меня было три костюма. Например, я хочу, чтобы у меня было три уровня в моей игре, поэтому для каждого уровня мне нужен новый персонаж. Я нажимаю правой кнопочкой мышки, здесь выходит всплывающееся окошко. Нажимая на дублировать, появляется третий костюм. Для первого костюма мне нужно добавить сюда номерок. Что мы для этого делаем? Мы берем квадратик и вот так вот здесь его прорисовываем. Цвет квадратика можно поменять. Можно желтенький сделать, розовенький сделать. Давайте сделаем желтенький, чтобы был. Теперь нужно вписать циферку вот в этот квадратик. Нажимаем на буковку Т. Это означает, что мы напишем текст, пишем номер один. Номер один, он желтого цвета, мы его не видим, поэтому надо поменять цвет на другой. Меняем. Пусть будет, например, цвет более такой яркий. Можно черным сделать. Пусть будет черный цвет, чтобы было хорошо видно. Переносим номерок вот сюда, в этот квадратик. Вот, смотрите, вот перед нами персонаж, у которого на костюме есть номерок один. То же самое можно сделать и для второго персонажа. На этом все, дорогие ученики. Вашим домашним заданием будет выполнить игру платформер на вашей платформе, создать для нее второй уровень, также добавить второй костюм для вашего персонажа, то есть надо будет добавить номерок на его костюмы. Спасибо вам за внимание, всего вам хорошего. Одевайте маски, соблюдайте социальную дистанцию, почаще мойте руки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok